Совсем недавно жители аннексированного Крыма встретили новый год жизни под российской оккупацией. Кажется, чудес от 2022-го крымчане уже не ждут. Просто в край ух***ли. Что за скотское отношение? Мы сейчас вообще ничтожество вместе с этой эрефией. Мы все голосовали двумя руками, что пришла матушка Россия, которая нас защитит. А теперь получается, что она наоборот, это мачеха, которая забирает у нас последние. Весь предыдущий год гражданская оборона пристально следила за действиями оккупантов в Крыму. И сейчас самое время показать вам, как изменилась жизнь полуострова за 2021 год. Мы, местные жители, остаемся и без Крыма, и без медицины, и без силы. Зачем нам это Россия? Так, давайте не буду об этом. А я буду. По всей видимости, лета 2021 года жители аннексированного полуострова запомнят надолго. Таких потопов в Ялте не было 100 лет. Сильнейший ливень принес почти 3-месячные нормы осадков. Река водопада все спитает на своем пути. На фоне многомесячных проблем с водой после многочисленных обвинений Украины со стороны оккупантов, так называемой водной блокаде, полуостров словно по иронии судьбы внезапно накрыло настоящее стихийное бедствие. Апокалипсис. Мурашки по коже идут. Кажется, подобное мы могли видеть только в фильмах-катастрофах. А теперь и в аннексированном Крыму. Смотрите! Смотрите! Я думал, после этого ты ничего меня уже не удивишь. И вот перный балет. Там еще и наша машина. Вот там вот где-то. Жители полуострова оказались в страшной водной ловушке. В Ялте, Феодосии, Керчи было введено чрезвычайное положение. Город полностью ушел под воду. Вот в таких условиях работаем мы. Я стою сейчас в огромной луже, по пояс в воде. Мы еле открыли хату. Если бы мы не вышли, мы бы утонули. Естественно, представители псевдовласти не смогли справиться с таким катаклизмом. Более того, ставленки Кремля ожидаемо умудрились отличиться в чрезвычайной ситуации. Видео, на котором Аксенов проплывает на моторной лодке по затопленной Керчи, просто взорвало интернет. Пользователи задались главным вопросом. Кто же эти люди, усердно плывущие за лодкой? В комментариях тут же стали предполагать, что пловцами могут быть охранники Аксенова, которым попросту не хватило места в лодке. Но вскоре недоглава попытался объяснить странную ситуацию. Но чуть позже в пресс-службе Крымского управления МЧС сообщили, что трое мужчин, плывших за лодкой Аксенова, не являются спасателями. Это вообще были гражданские люди, которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение. Да, аномальная стихия может парализовать любой город на планете. Но оккупанты со своей стороны всячески поспособствовали таким последствиям. Ливневые канализации не справились, и центр Керчи утонул. А всего-то и нужно было не воинские части строить и землю на ЮБК деребанить, а позаботиться о ремонте и модернизации систем ливневой канализации в крымских городах. Тем более, что у РФ есть средства и реальные возможности для этого. Вон там уже ничего, ливневка не справляет. Примечательно, что основой сильнейшего селевого потока, сошедшего в пригороде Ялты, стали тонны строительного мусора. Такие горы опасных отходов стали массово разрастаться после аннексии по всему полуострову. Просто какой-то армагеддон, если вот так посмотреть, произошел здесь. Вы видите, какое количество камней. И самое ужасное, что они не собираются останавливаться. Никакие стихийные бедствия не помешали оккупантам в этом году с особенной силой уничтожать облик, природу и историю крымского полуострова. Работы ведутся даже ночью. Теперь вместо парка мы будем гулять в каменных джунглях. Все прикрывается, это воровство, молитвами, патриотическими кличами, а по сути происходит уничтожение наших святынь. Ставленники Кремля и люди из окружения Путина, похоже, решили плотно взяться за самые лакомые и выгодные для себя районы Крыма. К примеру, Севастополь оккупанты, по всей видимости, собираются превратить чуть ли не в новые Сочи. Впечатляют масштабы планируемого расширения Севастополя. Город стал буквально утопать в масштабных строительствах. Возведение так называемого историко-культурного кластера на мысе Хрустальной, варварская стройка у стен Херсонеса и множество новых высоток для переезжающих в Крым граждан РФ. Почему вы переехали сюда? Там не было солнышка. Да-да, на аннексированный полуостров продолжают регулярно пребывать не только российские военные. В 2021 году оккупанты как никогда принялись активно замещать крымчан жителями из Великой и Духовной. Севастополь хотят превратить в миллионник. Город, который сегодня не предусмотрен для такого количества человек по всем параметрам. Только вдумайтесь, весной 2021-го подконтрольное Кремлю правительство Севастополя заявило, что по их прогнозам в скором будущем население города вырастет до почти миллиона человек. Это все перейдет, значит, в разряд многоэтажной жилой застройки, потому что иначе сложно разместить миллион жителей здесь. Великая и Духовная всеми силами спешит изменить этнический состав украинского полуострова. Для российских граждан в Крыму ударными темпами строятся многоэтажные дома. Жилье, недвижимость в Севастополе, цены просто подскочили так. Под застройку жилых комплексов отдаются исторические парки и заповедные зоны. Естественно, строящиеся объекты вызывают недовольство и множество вопросов у местного населения. Общественный транспорт ходит из рук вон плохо. Врачей не хватает, учителей тоже, работы мало, зарплаты мизерные. Проблема ключевая – это вода, которая является источником ограничивающих возможностей города. И, наконец, давайте вспомним о главных событиях 21-го года, ставших поистине роковыми для крымских коллаборантов и предателей Украины, которые 8 лет назад присягнули на верность врагу, а теперь пожинают плоды своих преступных действий. Это не борцы за российский Крым, это банальные ворюги. Этой осенью всей горечи русского мира отведал еще один крымский коллаборант и по совместительству так называемый вице-премьер Крыма Евгений Кабанов. То государственное обвинение инкриминирует бывшему чиновнику статью 159-ю, часть 4-я – хищение в особо крупных размерах. И все очень закономерно. Помимо скандальных строек на полуострове, Кабанов с 18-го года контролировал выполнение федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя, на которую из Москвы регулярно выделяются колоссальные деньги. На это самое ФЦП подняли огромное состояние Ротенберги, Ковальчуки и прочие персонажи. Ну, а отвечать за все придется Евгению Кабанову. А вот и одиозный псевдоминистр культуры Арина Новосельская. Ей теперь тоже грозит внушительный срок тюремного заключения. Ее подозревают в получении взятки в 25 миллионов рублей. В ноябре Новосельскую арестовали по обвинению в получении особо крупной взятки. И теперь приспособленка может на долгие годы загреметь в тюрьму. В случае, если вина Арины Новосельской будет доказана, ей грозит до 15 лет колонии строгого режима. Мы счастливы, что мы воссоединились с Россией. Радовался аннексии и даже помогал проводить незаконный референдум в Крыму и так называемый депутат оккупационного горсовета Ялты Юрий Ламенко. И знаете, что его настигло в итоге? Да-да, коллаборант стал очередной жертвой и козлом отпущения в кремлевских планах. Сейчас экс-депутат Ялтинского городского парламента Юрий Ламенко арестован на два месяца. Похоже, предателю родины Ламенко по сравнению с другими повезло меньше всего. Оккупанты обвинили коллаборанта в государственной измене. И теперь ему светит до 20 лет лишения свободы. И вот эти аресты, которые сейчас происходят, это отражение бизнес-борьбы. Борьбы за передел Крыма между разными группировками, между старыми, сугубо крымскими и новыми теми, кто пришел в Крым. И завершим наш топ коллаборантов-неудачников 21-го года. Одно из самых одиозных дам, которая после событий 14-го и активного в них участия, доросла до целого депутата Российской Думы. Скажу без лишней скромности, что русский Крым и Севастополь, вся необъятная, огромная Россия, все мы испытываем такую гордость за нашего президента, который завидует в других странах. Но 2021 год стал для предательницы Украины Натальи Поклонской поистине неожиданным. Из депутатского кресла в Москве ее вдруг резко отправили буквально на край земли. А точнее, работать послом РФ в одной из самых неблагополучных стран Африки и мира – Кабо-Верде. До 2007 года Кабо-Верде была в списке стран четвертого мира, то есть даже не третьего. В стране проблемы с питьевой водой, работой, дорогами. На большей части островов нет интернета. Сама Поклонская откровенно грустным голосом заявила, что очень рада новой должности. Мол, она всегда мечтала работать дипломатом. Можно ли считать перевод на такую должность повышением и подъемом по карьерной лестнице – непонятно. Большим вопросом также является, чьи вообще интересы Поклонская будет представлять в далекой Кабо-Верде. По данным на начало 2020-го, всего в республике проживали менее 60 российских граждан. 2021 год отчетливо показал, что Кремль не щадит и не будет щадить даже самых приближенных к крымской недовласти коллаборантов. И пусть один из самых одиозных и главных предателей Украины Аксенов пока еще остается на своем месте, но сам он, как и горсть других пособников-оккупантов, прекрасно понимает, что его должность и статус – это всего лишь вопрос времени. Великая Духовная прижимает их со всех сторон и всячески показывает, что дни, которые Кремль отвел им на грабеж Крыма, практически сочтены. А дальше всех их ждет заслуженное наказание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова